Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. Сегодняшнее видео я хочу посвятить самым ярким симптомам сифилиса. Как же понять, что есть сифилис? Есть это самая бледная трепанема, возбудитель сифилиса. Потому что действительно, если бы мы чуть-чуть попали, перенеслись в прошлое, то многие бы сказали, да какой сифилис, о чем вы говорите? Сифилиса нет, мы его уже побороли. И вы были бы абсолютно правы. К сожалению, сейчас мы так сказать не можем, и сифилис активно процветает, активно развивается. Почему это происходит? Очень много незащищенных половых контактов, очень много различного туризма происходит. И поэтому сифилис активно развивается и передается друг другу. Поэтому сегодня мы разберем. Потому что сифилис действительно очень серьезное системное заболевание, если его вовремя не обнаружить и вовремя не начать лечение. Поэтому сегодня будем разбираться. Дорогие мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы еще не подписаны, я вас всех приглашаю. Обязательно переходите. Первая ссылочка в описании. Подписывайтесь, и мы с вами будем намного чаще встречаться и обсуждать самые яркие и самые интересные темы. Ну что, давайте начнем с того, что действительно сифилис относится к инфекции, передающейся половым путем. От человека к человеку. Через слизистые в том числе. Соответственно, учитывая, что в нашу жизнь вошли различные виды половых контактов, то может, в принципе, проявляться где угодно. На слизистых оболочках полости рта, прямой кишки, в анусе и так далее. То есть, действительно, это проблема очень-очень серьезная. Так вот, как же нам с вами определить? Во-первых, если у вас был незащищенный половой контакт сифилис, именно если мы говорим про какие-то другие половые инфекции, то обычно, мы говорим, это запах, это выделение, то у сифилиса этого всего может абсолютно не быть, ни запаха, никаких либо аномальных выделений, абсолютно ничего вас не беспокоит. Соответственно, обычно появляется маленькая точечка, так называемая язвочка. Многие даже не понимают, что это язвочка. Такая маленькая точечка, красненькая, что вроде бы не прыщик, но точечка. Именно на слизистых. То есть, это может быть во влагалище, у мужчин на половом члене, да, во рту, то есть, можно заметить, да, в области ануса, можно заметить в зависимости от того, какой половой акт у вас был. Соответственно, эта точечка постепенно может расти. И вот здесь кто-то на это вообще не обратит внимания, да, а кто-то эту точечку заметит сразу. Но, учитывая, что особо она там не судит, не свербит, да, не чешется, поэтому не все так сразу обратят на неё своё внимание, на эту маленькую-маленькую точечку. А это именно является язвочка. Язвочка. Она может абсолютно по-разному проявляться, да. То есть, у кого-то, как я сказала, маленькая, у кого-то чуть больше. Абсолютно разные вариации. Так вот, соответственно, это уже первый, первый признак сифилиса. Это как раз место, где бледная трепанема проникла в ваш организм. То есть, место, ворота, да, вход. Вот где в организме это случилось, где она проникла, да. Это вот маленькая бледная трепанема, возбудитель сифилиса. И дальше он активно начинает расти, развиваться. То есть, активно-активно-активно растёт, развивается и прекрасно себя чувствует. Какие дальше могут быть симптомы? Да, в принципе, может быть, их вообще не быть, да. То есть, сифилис уже может проявляться таким третичным, очень ярким, да, заболеванием. То есть, там какое-то изменение костных структур, да. То есть, допустим, нос, да, что повреждается кости. Нос, поскольку имеет хрящевую ткань, то он почему вот этот сифилисичный нос и не так давно в средствах массовой информации, да, про жену одного футболиста, как раз все там думали, что он её бьёт и так далее. Я, честно скажу, не знаток этой ситуации, но потом показывают, что у неё практически нет носа. То есть, это такой очень яркий признак затяжного сифилиса, да. Очень-очень яркий такой вот. И если мы обратимся к истории, то как раз это тоже можно увидеть, да. Также, может быть, сифилитическая энцефалопатия, да, когда появляются галлюцинации. И опять же, если обращается к истории, то у многих императоров, да, у многих известных людей такое, к сожалению, было. И потом только выяснялось, что человек думал, что он сошёл с ума абсолютно точно. А это оказалось именно процветание сифилиса. Причём в такой достаточно хорошей форме. Я не хочу вас здесь пугать. Я хочу сказать про то, что если вы вовремя выявите эти симптомы, то, конечно же, никаких вот таких очень серьёзных, очень ярких осложнений не будет. А если, конечно, вы будете чего-то всё время ожидать, нашли точечку, там, йодом прижгли, то потом там хлоргексидином каким-нибудь, то это может перерасти в серьёзную совершенно точно историю, в серьёзные осложнения, в серьёзные заболевания, да. Пример, вот я вам сказала, не так давно в средствах массовой информации был. Кому интересно, можно про это почитать. То есть это действительно такое очень прям неприятное, да, и некрасивое зрелище, да, когда человек, ну, вот, но, соответственно, так деформируется. Далее, что же делать? Здесь мы сдаём кровь, да, на антитела, как раз берётся кровь на сифилис, ВИЧ, гепатиты С. Не просто так на профосмотров, кто, кому есть медицинская книжка, не просто так вас часто достаточно присылают на профосмотры, да, вы сдаёте эту кровь для того, чтобы диагностировать бледную трепанему в том числе, для того, чтобы предотвратить. Если вы меня спросите, лечится ли сифилис, конечно же, лечится. Он лечится прекрасно, да, ну, стоит помнить, что он может частично, да, быть положительным оставаться, но человек не будет заразным абсолютно точно. Поэтому чем быстрее вы его вылечите, тем быстрее вы избавитесь от всех этих возможных неприятных осложнений. Друзья мои, я жду ваши вопросы в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю, чтобы эти симптомы вас никогда не беспокоили, и жду в своём телеграм-канале. Первая ссылочка в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь. Мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему. Всем пока-пока и до новых встреч!